И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гейтман и медицинский центр «Призма». Мы поговорим сейчас о ситуации на фронте и не только с Сергеем Грабским, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он военный эксперт, полковник запаса. Сергей, доброе утро. Спасибо большое, что нашли время для нас. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, если позволите, давайте пройдемся по фронтам, потому что из того, что мы читаем, очевидно, что мы наступаем на юге или пытаемся наступать на юге, враг наступает или пытается наступать на востоке. Ну, это если просто так, не военный эксперт, вот как я просто утром пробегает хронику, как бы вы прокомментировали, что сейчас происходит. И может быть не просто вот здесь и сейчас, а может быть немножко с какими-то такими стратегическими или тактическими раскладами, да, кто чего пытается достичь и где. Ну, вы знаете, да, очень много у нас говорят о каких-то наступательных действиях, но, извините за такой несколько бюрократический подход, военный бюрократический подход, мы очень стараемся быть точны и конкретны с определениями. Я бы говорил так о, нет, наступательных действиях, о локальных атаках на отдельных участках фронтов. И тут вы совершенно правы. Если мы рассматриваем с севера на юг, с востока на запад, то мы видим следующую картину. В районе Купенска, в районе Свата, в районе Лимана противник пытается атаковать, пытается оттеснить наши позиции, оттеснить наши подразделения с позиции, занять более удобные позиции, создать предпосылки для дальнейшего продвижения. Это тактический уровень, оперативный уровень абсолютно очевиден, то есть противник пытается оттеснить украинские войска за линию реки Оскол, в том числе выбить их с Купенска, таким образом создать такую, если хотите, буферную зону в той части Харьковской области, которую они планируют оккупировать. И здесь цель противника абсолютно очевидна, то есть они хотят закрепить эти территории за собой, создать линию обороны, подобную тому, которую они создали на юге, для того, чтобы уже как бы дальше рассматривать вопросы, готовиться, вопросы подготовки к наступлению и проводить наступательные действия по направлению на Харьков, именно с восточного направления. Но как бы для того, чтобы обеспечить себя и обезопасить от украинских действий, им необходимо выйти на уровень реки Оскол. Южнее на Лимане, как мы говорим, тоже продолжаются атаки, там они тоже имеют очевидный характер для того, чтобы создать угрозу нависания над украинской группировкой, которая находится в районе Славянской и Краматорской. Это как бы основной узел сопротивления украинских сил, и он достаточно серьезно укреплен. Сходу штурмовать его Россия не сможет, даже если бы очень захотел. Далее мы видим отчаянные попытки противника контратаковать, и даже отдельное продвижение противника в районе Берховки, где они, это уже исторически мы его называем, в бахмутское направление. Но если смотреть более широко, и чтобы было более понятно, почему боевые действия носят именно такой характер, следует говорить о солидарском выступе. И именно с этим связаны такие боевые действия локального характера, севернее Бахмута, то есть продвижение российских войск в районе Берховки, где они несколько оттиснили наше подразделение, и отчаянные попытки контратаковать южнее Бахмута, в районе Клещеевки, Андреевки. Что точно так же является абсолютно объективной задачей как наших сил, так и сил противника. То есть если с нашей стороны мы имеем задачу продвинуться и овладеть физической трассой Т-05-13, которая соединяет оккупированные территории с этим солидарским выступом, в том числе идет на Бахмут, и позволяет обеспечивать противнику свою группировку, так и продвинуться в дальнейшем по направлению к трассе М-03, которая является основным таким коммуникационным звеном, который связывает солидар, в общем-то, с остальной временно оккупированной частью Донецкой области. А дальше на юг мы видим ситуацию в Авдеевке. Авдеевка является самым ключевым и самым горячим пунктом на карте войны на сегодняшний день, потому что противник, не считаясь потерями, которые уже выходят за рамки здравого смысла, если говорить именно о военном аспекте и военной целесообразности этих действий, пытается продвигаться и имеет четкую задачу окружить Авдеевку, прорваться с севера и с юга. Он проводит такие локальные атаки достаточно высокой интенсивности, имея целью как бы замкнуть кольцо окружения. Расстояние между северным и южным выступом линии фронта там, по некоторым данным, уже доходит до 7 километров. То есть противник как бы спит и видит, как он окружает Авдеевку, как он штурмует ее. Он несет катастрофические потери. Но нужно сказать так, что такое понятие, как болевой порог для россиян, как мы уже определили в течение активной фазы войны, отсутствует от слова вообще. То есть до тех пор, пока они будут иметь цель и политическую волю бросать туда войска, они будут это делать. Поэтому обстановка в районе Авдеевки исключительно напряженная. И мы, и противник понимаем исключительно важность этого пункта, поэтому боевые действия там ведутся с особенным ожесточением с обеих сторон. Марьинка, да, это как бы такой сопутствующий элемент, где противник пытается тоже выполнить свою задачу, пытается продвигаться. И они активно штурмуют то, что осталось от Марьинки, то есть западной окраины этого бывшего населенного пункта, который выдерживает наши войска, не допуская прорыва противника Курахов. Бои носят там такой характер встречных боев, но в общем-то наша задача сдерживать противника, не допуская его продвижения. Далее Уклидар. Время от времени противник как бы возобновляет наступательные действия или атакующие действия, их трудно назвать наступательными, атакующие действия в районе Уклидара, но регулярно получая ответ, они откатываются на исходные позиции. То есть там ситуация достаточно стабильна. Так называемый Великонавоселский выступ или Времевский выступ, как мы раньше называли, то есть район Старомайорского на Донецке, то есть там противник пытается оттеснить наши войска и, скажем так, условия местности в том районе, они как бы способствуют тому, что мы там не ведем активные боевые действия, и противник имеет некое тактическое преимущество. Ну, в общем-то ситуация без изменений. Продолжаются, продолжаются отчаянные боевые действия в так называемом Токмакском кармане, работе на вербовой, название этих населенных пунктов уже знают все. Там и мы, и противник пытаемся создать предпосылки к Украине к дальнейшему наступлению и прорыву на линию Токмак-Верхний Токмак, имея целью перерезать коммуникацию, основную железнодорожную коммуникацию и единственную железнодорожную коммуникацию, которая соединяет временно оккупированный Крым с территорией Российской Федерации. Противник, соответственно, имеет целью отразить это наступление, понимая, насколько опасным и критично опасным является прорыв украинских сил обороны туда. То есть бои носят встречный характер, противник атакует, мы атакуем, пытаясь определить и установить свой статус-кво на этой территории. Интересные события продолжают иметь место на левом берегу Днепра, где украинские силы обороны создали так называемую серую зону, причем нужно отметить, в отличие от традиционных так называемых плацдармов, мы создаем достаточно широкую и протяженную серую зону, которая служит в том числе задачей рассредоточить внимание противника и заставить его сосредотачивать там большое количество войск, которые, конечно же, они могли использовать на других направлениях. Это направление для нас является очень-очень интересным, но, знаете, я бы все-таки проявлял такую определенную сдержанность, потому что некоторые наши горячие головы говорят о том, что вот мы сейчас перебросим огромное количество войск, мы произведем наступательную операцию в район Крыма, противник уже бежит и так далее и тому подобное. Ничего подобного не случается, противник, понимая исключительную важность этого направления, а важность определяется расстоянием в первую очередь. Если взять линейку и померить расстояние по прямой от Олешек до Яникапу, то есть до Армянска, мы увидим, что всего 86 километров в принципе. Расстояние достаточно критичное для того, с учетом тех линий обороны, которые созданы на этом направлении, вернее их минимальным количеством, чтобы создать угрозу прорыва и серьезных рейдовых действий украинских войск, подчеркиваю, рейдовых действий, не широкомасштабного наступления, которые могут серьезно повредить коммуникации, и разрушить коммуникации, и логистические направления, которые связывают временно оккупированный Крым с Северной Таврией, что может в принципе обрушить Южный фронт. Ну и отдельной строкой следует упомянуть наши активные боевые действия, которые ведет наша авиация, ведут наши ударные средства, в общем-то ударные средства против Крыма. Регулярно наносятся огневые удары, регулярно атакуются корабли противника, что заставляет противника прятать корабли в бухты, избегать возможностей выхода в море, и серьезно ограничивать зону действий корабельных сил противника. В параллеле мы наносим серьезные удары по объектам противовоздушной обороны, и тут же в параллеле мы уничтожаем базы, склады и другие важные объекты на территории Крыма. Вот таково состояние дел на сегодняшний день, так глобально, если мы говорим. То есть на сегодняшний день предпосылок каких-то широкомасштабных наступательных действий с обеих сторон нет, потому что мы наблюдаем, знаете, такой определенный паритет сил и средств, и мы, и противник пытаемся наращивать все группировки, но на данном, подчеркиваю, на данном этапе, и качество и количество войск, которые задействованы на себе их сторон, практически исключают возможность какого-то широкомасштабного наступления. Здесь также следует говорить о том, что и мы, и противник достаточно серьезно укрепляем наши позиции, но если хотите, я иногда использую такой термин, как кристаллизация линии фронта на данном этапе. То есть мы готовимся к обороне, иными словами, да? В общем-то да, в общем-то да, нужно понимать, что и мы, и противник пытаемся нарастить свои ударные силы, и, в общем-то, сейчас в интересах обеих сторон закрепиться на наиболее удобных позициях. И с этим, собственно, связаны такие локальные действия ограниченного характера, без каких-то существенных прорывов, за исключением Авдеевки. Авдеевка здесь является как раз исключением, потому что ситуация в Авдеевке, ее развитие может коренным образом изменить ситуацию на линии фронта. Сергей, давайте немного об Авдеевке, потому что приходится читать, что есть серьезная опасность, что фактически противник может окружить Авдеевку, и мы можем ее потерять. Конечно, мы не хотели бы, может быть, так говорить об этом, но, тем не менее, какая угроза возникает, если вдруг противник окружит Авдеевку, или мы уйдем из Авдеевки. Насколько этот пункт, иными словами, насколько этот пункт для нас критически важен? И вы сказали, что если мы потеряем Авдеевку, то это серьезно повлияет на ситуацию на фронте. Почему вы так сказали? Да, абсолютно. Ну, во-первых, насколько этот пункт критически важен, ну, скажем так, десятилетняя оборона этого пункта уже говорит сама за себя, она говорит о том, насколько этот пункт действительно важен. Если говорить со стороны Украины, что мы имеем, как говорят в Одессе, в случае Авдеевки? Мы имеем контроль над Донецком, огневой контроль над Донецком, и возможность наносить точечные огневые удары по объектам противника в Донецке. Как бы там ни было, Донецк был, есть и будет очень важным центром логистики, центром командным, центром перемещения и развертывания резервов, сосредоточения войск, центром управления, как я уже говорил. С точки зрения коммуникации, логистики с Авдеевкой и в Донецком связано такое понятие, как ясиноватская развязка. То есть, если так вот очень грубо говорить, то есть локация, пункт, через который в случае контроля, взятия его под полный контроль, Россия сможет осуществлять массированные перемещения, маневр силами и средствами с севера на юг, с юга на север, с востока на запад, с запада на восток. То есть, это очень важный коммуникационный хаб, именно в большом понимании этого смысла. Мы, если говорить образами, эпитетами, Авдеевка для нас является таким ножом в горло, представленным в горло оккупанта, который очень серьезно ослабляет и усложняет для противника все боевые действия в общем. В случае потери Авдеевки нужно понимать следующее. Во-первых, противник серьезно, очень серьезно улучшает свои логистические возможности. То есть, он получает возможность, как я говорил, проводить широкие маневры силами и средствами логистики, перемещать свои резервы в любом направлении, что позволит ему достаточно быстро усиливать группировки войск на восточном или на южном направлении. Потеряв Авдеевку, мы создаем предпосылки к тому, что противник сможет развивать дальнейшее наступление по направлению на Покровск, это Днепропетровская область, и по направлению на Дружковку-Константиновку. То есть, создается угроза с юга для упомянутой уже сегодня славянско-краматорской группировки наших войск. А если предположить, что противник будет предпринимать активные боевые действия в районе Лимана, то мы, глядя на карту, увидим, что создается угроза нависания над славянско-краматорской группировкой войск, что серьезно ухудшает оперативную обстановку на Восточном фронте вообще. Мы понимаем, что противник не остановится, и с потерей Авдеевка, имея возможность наращивать свой боевой потенциал, он будет планировать проведение наступательных операций, как я уже сказал, в сторону и Днепропетровской области, и той части Донецкой области, которую контролируют сейчас украинские войска, то есть по направлению на Славянск и Краматорск. А Славянск и Краматорск, в отличие от шахтерских районов, это именно индустриально-производственный район Донецкой области, и для нас он критически важен. В том числе, как и район, в котором производятся отдельные виды вооружения и боевой техники. Поэтому потеря Авдеевки для нас имеет очень большое значение. Точно так же, как и для противника. Именно поэтому боевые действия там продолжаются уже почти 10 лет. Давайте будем говорить откровенно. Скоро будет уже 10 лет. И именно поэтому с таким отчаянием мы пытаемся удержать и расширить этот плацдарм, а противник пытается его уничтожить. Сергей, я правильно понимаю, что вы сейчас сказали, что противник пытается создать плацдармы для того, чтобы потом создавать угрозу Харькову, Днепропетровской области и славянскому направлению. Если мы говорим об Авдеевке, то здесь речь идет в первую очередь об угрозе именно потенциальной угрозе и непосредственно развертывание наступления по направлению на Днепропетровскую область. Абсолютно правильно. И угроза славянско-карматорской агломерации, как мы ее называем. Харьковская область – это как бы прерогатива уже Купенско-Сватовского направления, где они пытаются выйти на линию реки Оскол, там закрепиться, как бы прикрыться рекой, и под прикрытием реки уже формировать свои ударные группировки в дальнейшем. Сергей, мы в последнее время говорили о том, что Россия использует малоподготовленных военных, которых бросают в так называемые мясные штормы и так далее. Но в последнее время, если почитать разную аналитику, и даже западную в том числе, то создается впечатление, что Россия тоже очень серьезно учится, меняет, создает какие-то новые, модифицирует какие-то новые виды оружия. Не знаю, что из этого правда. Как бы вы сказали, насколько сейчас российская армия изменилась, насколько она готова, вы сказали, не готова к широкомасштабному наступлению, но я так понимаю, это по количеству войск и резервов, но насколько она в принципе усиливается. Потому что вначале создалось впечатление, что первую армию мы разбили, которая наступала на Киев, и, казалось бы, следующая волна должна быть похуже. Но вот не знаю, как вы это прокомментируете. Откуда у них столько резервов, чтобы они вот так активно бросали их в атаку, особенно на Донецком, на Купинском направлении. Ну и, тем не менее, они держат фронт и на юге. То есть получается, что тут вся линия огня, она горячая, так или иначе. В принципе, наверное, беспрецедентно, вот с точки зрения военной науки, чтобы линия фронта, которая там, не знаю, полторы тысячи километров, она была такой горячей. Отнюдь. Вы знаете, как это парадоксально не звучит, Россия, по большому счету, не знала, что делать с той первой армией, которая сгорела в боях в Украине. Потому что это была действительно армия нового типа. И, скажем так, опыт широкомасштабного использования именно таких группировок войск. Если вы помните, мы в прошлом году говорили о батальонных тактических группах в основном. Количество батальонных тактических групп и так далее и тому подобное. Что было модификацией 21 века? Так вот, Россия оказалась совершенно не способна воевать именно моделями 21 века. И, казалось бы, логично сказать, что они не готовы играть вообще отнюдь. Сейчас Россия перешла к тактике ей абсолютно понятной, традиционной и поэтому достаточно эффективной в своей точке зрения. И, в общем-то, мы это видим, насколько она эффективна. Это тактика 20 века. То есть речь сейчас идет не о батальонных тактических группах, а речь сейчас идет о бригадах, полках, батальонах, каких-то отрядах и так далее и тому понятное. А что это меняет? Да, а что это меняет? В чем тут отличие? Если раньше Россия воевала именно категориями, пыталась воевать категориями 21 века, и, знаете, это требовало как бы широкого осмысления именно такого, простите за такую, витиеватость, сутевого содержания этих боевых действий, то сейчас они вернулись назад в войну 20 века. И эта война 20 века для них есть абсолютно понятная. Они знают, как организовывать оборону, и мы видим, насколько эффективной, давайте будем говорить откровенно, насколько эффективной оказалась подготовка обороны на юге Российской Федерации. Они знают, как снабжать эти войска, они знают, как использовать эти войска, да, с небольшим коэффициентом полезного действия, но они знают, как их использовать. То есть они вернулись, как вам сказать, к теории именно массовой армии. Массовая армия, она не требует как бы высокоподготовленного личного состава, и здесь количественные факторы играют достаточно важную роль. Ну так, чтобы вы понимали, по некоторым данным, по расчетам на южном направлении, противник сосредоточил более 100 тысяч войск, а в районе Работинского выступа плотность войск составляет 850 человек на километр фронта. Что для России есть абсолютно понятно, они знают, что с этим делать, они абсолютно дают себе отчет в тех потерях, которые они могут нести, но это является традиционным стилем ведения войны для Российской Федерации, именно линейная война с удержанием всей территории, которую они могут удержать, и постоянным насыщением войск. Что касается резервов и ресурсов, ну я как бы задался целью, и имея доступ к определенной информации, естественно, я могу проанализировать состояние дела. Вот интересная особенность. То есть по количеству личного состава, несмотря на то, что мы достаточно серьезно прореживаем ряды оккупантов, группировка имеет тенденцию к наращиванию. То есть если раньше мы говорили, там где-то в середине июля, в августе, что группировка противника насчитывает около 420 тысяч войск, или как обтекаемо говорили, более 400 тысяч, сейчас она тоже более 400 тысяч, но это уже 450 тысяч. То есть несмотря на те потери, которые они несут, страшные потери, в том числе в районе Авдеевки, где они потеряли две бригады, это не останавливает противника, и они имеют возможность наращивать именно количественный состав, личного состава, извините за тавтологию. С техникой не все так благоприятно. То есть я, знаете, делал такой индикатор, но это чисто мой подход был. Я просто брал количество танков и выделил на количество личного состава. То есть почему? Ну это определяет уровень механизации войск, если можно так сказать. То есть на момент торжения этот показатель составлял один танк на 133 человека. То есть 1200 танков на 160 тысяч личного состава. Сейчас этот показатель варьируется, причем имеет тенденцию, опять же, к качественному улучшению. То есть если в июле-августе индикатор говорил об одном танке на 188 человек, сейчас индикатор говорит об одном танке на 186 человек. Разница небольшая как бы в глобальных цифрах, но она является очень уникативной. Противник имеет возможность наращивать определенные сегменты вооружения и боевой техники, используя как бы свои старые запасы и налаживая производство. Почему я говорю, что они не имеют на сегодняшние возможности нарастить это в количественном отношении быстро и много, потому что несмотря на серьезные усилия, которые предпринимаются в России, производственный потенциал достаточно ограничен. Да, они могут говорить о наращивании производства в 3-5 раз, но эти 3-5 раз как бы меньше сотни в месяц получается в сумме. То есть если было 20, стало 60, было 10, стало 30-40, не больше. То есть такие темпы не обеспечивают потребности войск, но они как бы обеспечивают возможность на достаточно длинное время ведения такой оборонительной войны. Собственно, о чем мы и говорим. Мы не имеем такой возможности пока, и нужно понимать, что, знаете, когда меня спрашивали, в чем уникальность боевых операций этого года, то я говорил, Украина делает невозможное. Она наступает, нарушая все возможные мысленные и немыслимые правила ведения войны, или вернее игнорируя, то есть не имея поддержки с воздуха, не имея достаточного количества инженерной техники, маневрируя ограниченными силами и средствами, и наступая на противника, которого она не превышает количественно. Что интересно. При этом Украина умудрилась еще прорвать линию обороны и сейчас создавать угрозы на определенных участках фронта, что само по себе феноменально. То есть мы здесь имеем дело с противостоянием армии нового типа, коей есть украинская армия. Конечно же, проблемой для нас является наличие большого количества вооружения и боевой техники советских времен, что ставит нас на одну линию, на один уровень с россиянами. Но все-таки у нас ментально армия другая. Несмотря на серьезные пережитки Совка, и сами понимаете, это то, что мы сейчас боремся, боремся активно, но нам надо это пережить. И этот менталитет, остаточный менталитет Совковый, он все-таки еще влияет на нас. Мы перестраиваем армию, скажем так, в очень кровавых и суровых условиях. А в России все наоборот. В России все нормально, все спокойно. То есть они ведут нормальную войну, такую, к которой они привыкли, и которую они ведут в течение последних 100 лет. Не менее. Таким образом, Россия вернула свое исходное состояние, скажем так, Первой мировой войны, с понятными задачами. И они, как это парадоксально не звучит, чувствуют себя абсолютно комфортно в этих условиях, имея возможность противостоять тем силам и средствам, которые мы используем в этой войне. Ну и плюс чисто статистические показатели, то есть население России позволяет говорить о том, что формальный ее мобилизационный потенциал как минимум в 5 раз больше, чем у нас. Эффективность его, конечно же, меньше в разы. Но формально это потенциал по количественному показателю больше. И 850 человек на один километр фронта является этому очень конкретным подтверждением. Сергей, вот когда вы говорите о привычной войне для России, именно об этом, вот она перешла к этой войне, массированной такой войне, это об этом писал Залужный. Я правильно понимаю, когда он говорил, что... Абсолютно верно. Именно об этом писал генерал Залужный. Вы знаете, для нашего поколения мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. И знаете, я не могу сказать, что с радостью, но для россиян, для российского военного командования, старшего военного командования, моего поколения, они, может быть, даже с радостью восприняли это возвращение к понятным им принципам ведения боевых операций, которые не оттачивали в течение как минимум 50 лет. За 50 лет, извините, кто-то чему-то обязательно научится. И потому мы видим такое состояние войны, и потому мы видим такой характер боевых действий, когда противник и экономит технику, что мы видим на Авдеевском направлении, и не жалеет ресурсы. Да, они имеют, знаете, некое такое новшество, я бы сказал, такую вагнеровскую тактику, когда первое подразделение, это подразделение смертника, которое сознательно идет на убой, которое гонит на убой. И, ну, простите, следующее подразделение, по трупам своих товарищей проползает эти 5-10 метров, и именно таким кровавым путем, ну, они достигают результата. И Путину докладывают о выдающихся победах, что в районе Степового они, допустим, там продвинулись, перешли железную дорогу. Какой ценой? Их абсолютно не волнует. Как я уже говорил, понятие болевого порога у них отсутствует от слова вообще. Но они таким образом, вот, вгрызаясь в землю, идя по трупам своих людей, они продвигаются вперед. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень я вам за это признательно. Спасибо. Сергей Грабский был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ.